Ну что ж, уважаемые телезрители, вам наверняка известно такие виды спорта, как футбол, хоккей, баскетбол, возможно, многие другие, но тем не менее... Гандбол. Миша знает гандбол, но тем не менее существует еще много интересных видов спорта, которые пускай не так популярны, но тем не менее достойны внимания. И прямо сейчас мы вам о них расскажем. Например, в Финляндии проводится одно очень забавное соревнование, в котором мужчины должны преодолевать полосу препятствий со своими женами, находящимися на плечах мужей в странном положении, кверху ногами и головой вниз. А для того, чтобы усложнить задачу, на 250-метровой полосе препятствий есть два барьера и яма с водой. Ну, у нас это 143-я статья Конституции. Бытовуха. Вот, если бы у тебя была возможность принимать участие в этом соревновании, ты бы взял себе... Если бы у тебя была возможность выбирать, ты взял бы жену поменьше или жену побольше для этих соревнований? Слушай, ну, наверное, я бы взял тебя, Артем. Побольше. Абсолютно, абсолютно хороший выбор, потому что главный приз это количество пива, равное весу жены победителя. Соответственно, литров 90 пива у тебя... Слушай, а как так получается, что и в Финляндии дают за такое вот соревнование пиво, и у нас за победу футболистов также дают пиво? Ну, это только в Николаеве. Ну, да. И только... Во дворе ногер сеть. И только у нас, да, с тобой. Следующий интересный вид спорта. Вот, как ты думаешь, шах-бокс? Что это? Ну, я предполагаю, что если, вот, например, вы играете в шахматы, вам ваш противник говорит шах и мат, вы имеете право его втащить. Ну, практически. Все та же Финляндия радует нас. Это определенная игра, где в боксе шахматы идут рука об руку. Сначала игроки играют в шахматы, шахматный раунд, все верно. А потом боксерский. И так 11 раундов. Действительно, они сидят, играют в шахматы, в полностью омундировании в актерском, с шахматами, с перчатками. А потом боксерский поединок. Это все на ринге происходит. Мне кажется, ты знаешь, вот, Виталию Кличку было бы... Ну, то есть, во-первых, человек филосов. Шахматы, да. Во-вторых, он боксер, чемпион мира. Следовательно, я думаю, что он имеет полное право поехать туда и стать также чемпионом. Это как называется шах-бокс? Шах-бокс, да. А я предлагаю, кстати, Виталию поиграть еще в такую игру, как чемпионат по пинкам в голень. Это суровое состязание, достаточно популярное в Коцульге. Нужно бить ногами по голени оппонента до тех пор, пока он не упадет. Ну, а мы с папкой в детстве постоянно в эту игру рубились. Он всегда побеждал. Хорошо, в такую игру ты в детстве играл. Удерживание хорька в штанах. И сейчас играю, собственно. Чего правды таить? Двое рассерженных. Два злых грызуна в ваших штанах могут быстро испортить вождение. Это официальное описание этого спорта. Рекордное время нахождения хорька в штанах. Например, например, пять часов. Здорово? Крепкий парень, крепкий парень. Дело в том, что в рамках ежегодного пивного фестиваля в Центральном Уэльсе проходит не совсем обычный велосипедный заезд. На контрольных точках ты сейчас прям... Почти, мы вот с хорьками закончили? С хорьками закончили, да. На контрольных точках каждый участник велопробега обязан выпить определенное количество спиртного. Задача гонщиков состоит в том, чтобы добраться до финиша, будучи в состоянии держаться на велосипеде. Очевидно, у тебя, Миша, были бы шансы. Ну, я так скажу. Мне кажется, Николаев, кстати, это идеальный город для такого соревнования. И даже я знаю, кто бы мог выступить спонсором этого турнира. Например, завод Янтарь. Дай им Бог здоровья. Миша, у тебя же, ну, красивые глаза, правда? Ты сейчас говоришь, как... Такой чарующий голос. Как мой акулист. Чарующий голос такой, да? Ну, ты весь такой привлекательный молодой человек, как ты считаешь. Мне кажется, я знаю, на что ты намекаешь. Ты предлагаешь мне стать лицом вступления в Евросоюз? Нет, я предлагаю тебе заняться таким спортом, который очень популярен в Великобритании и является официальным видом спорта. Официальное его название. Очаровывание червей. Ежегодно в графстве Чешир проходит всемирный чемпионат по очаровыванию червей. Правила довольно просты. Вам дают участок земли 3 на 3. И вы должны выманить из-под земли и собрать как можно больше червей за 30 минут. И тебе хорошо, и папе на рыбу приманка готова. Дорогие друзья, на самом деле, такие вот интересные виды спорта существуют в мире, но тем не менее, мы все-таки за стандартные, хорошие и привычные всеми нами виды спорта. Например, приманивание червей. Такой выбор Михаила Рябаканя. Оставайтесь с нами.